здравствуйте друзья как видно как слышно так немножечко сейчас свет поправим чтобы вам было лучше мне видно надеюсь что вам видно мне хорошо еще можно было бы в принципе добавить немножечко света отсюда ну что ж извините за такие технические приготовления потому что действительно очень важно чтобы изображение было хорошее звук качественный как меня видно как слышно если видно слышно напишите какой-то комментарий а я в свою очередь начну с вами вести беседу беседу о здоровье о пользе всего натурального поделюсь с вами многими секретами потому что я и диетолог и реабилитолог и у меня два медицинских образования классическая и такое знаете второе обновленное магистр комплементарной медицины также мама пятерых детей старше 21 год или 20 позже ссори 20 лет боже представляете запуталась очень здорово ну когда 5 детей еще не то можно забыть мы как-то в нотариуса тоже сидели с мужем даты рождения детей вспоминали хотя конечно это все шутки в каждой шутке есть доля шутки и так поговорим с вами о здоровье о том что может нам с вами дать здоровье о том что может нам с вами вернуть здоровье и укрепить здоровье я наверное вот поставлю камеру так так будет лучше меня видно вот что касается разных знаний вы знаете очень много есть экспертов которые хотели бы которые борются за свое право быть считаться источником знаний я например я не могу сказать что сто процентов все то что я знаю это истина как сказал один из моих учителей профессор у которого я училась он говорит только дурак никогда не меняет своего мнения поэтому я думаю что век живи век учись все время что-то будет появляться наши в нашей жизни полезные и более эффективно и но я вам скажу что сегодня специально для вас показала те материалы которые я изучаю смотрите вот это отличная вообще книга рекомендации доктора адкинса это вот биодобавки природная альтернатива лекарством книжечка конечно уже довольно таки старенькая давно ее читаем давно ее изучаю на самом деле тираж был выпущена книга 2008 год вот как раз серия вообще основана в 1998 году то есть уже можно сказать сейчас 18 20 лет этому материалу и вот рекомендации предлагаемые в этой книге хотя основываться на многолетнем опыте работы автора с тысячами пациентов но не призваны заменять советов лечащего врача вот так пишут пишет доктор чтобы перестраховаться но на самом деле здесь очень много всего написано о том что на что способны витамины минералы где они есть максимально вот болезни альцгеймера например сидеть сердечно-сосудистые заболевания и очень много есть рекомендации вот именно по разным заболеваниям скажу вам что эта книга у меня была не основной еще у меня основные материалы по которым я когда-то тоже училась но я очень аккуратно отношусь к книжечкам поэтому они выглядят красиво вот книги клиники мэйо клиника мэйо это клиника в которой лечится вот о клинике мэйо можно в там почитать но вы можете набрать в интернете это одна из самых уважаемых клиник в мире и клиника мэйо она вообще считается вы знаете таким источником грамотного подхода к пациенту в этих клиниках лечится короли президенты миллиардеры потому что подход здесь очень грамотный то есть доктора клиники мэйо делают акцент на профилактику и учат даже пациентов такому пункту как самопомощь и вот например 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 вот о пищеварении потому что есть у меня о хорошем зрении и здоровье глаз об артрите активный образ жизни видите без боли называется вот остеопороз здоровые крепкие кости защита от переломов вот это тоже все было проштудировано и вот здоровье пищеварительная система и вот что предпринять при изжоге язве синдроме раздраженной толстой кишки других распространенных заболеваний клиника мэйо ведущие медицинское объединение сша воспользуйтесь уникальными знаниями и опытов ей и опытом ее специалистов и вот я вам скажу что здесь все есть и об антибиотиках и о том как должны комбинироваться медикаменты и вот самое ценное что здесь есть это такой пункт который называется самопомощь у нас это называется самолечение в клинике мэйо это называется самопомощь мы сегодня будем говорить о вирусах и я вам хочу рассказать о том что делает вирус внутри человека и как вообще можно сделать так чтобы он не командовал у вас внутри чтобы ваш иммунитет взял верх над вирусом и я покажу вам тоже американские разработки которые позволяют всем нам быть здоровыми мне в этом году было всего-навсего 40 лет и когда я вы знаете когда я начала употреблять разные натуральные комплексы я выглядела намного старше чем сейчас а это было восемь лет назад вот восемь лет назад я узнала о том что такое нутрициология о том что такое биодобавки и если вы любите своих друзей своих родных людей есть сейчас вот в настройках нашего с вами прямого эфира такая кнопочка как пригласить друзей нажмите и пригласите если у вас там есть сотни людей кто вам ценен пускай сотни людей послушат потому что то что я вам сегодня буду рассказывать это очень полезно по поводу еще того кто вас рассказ потому что вижу что подключилась очень много новых людей меня зовут марина лавренюк у меня есть уже две книги одна из них вот это алгоритм здоровья это о продукции рейн о том что мы сейчас будем тоже это еда из семян у меня есть еще одна книга сейчас к сожалению нет образца называется здоровье твоей семьи это тоже о биодобавочках и я очень рада что нас очень много стран слушает сейчас очень много городов такая идет своего рода перекличка также вижу что на прямой эфир заходит очень много докторов и диетологов вот сейчас марина пономаренко вижу зашла на эфир елена шевченко это главврач клиники ноу-хау мед из одессы шикарный специалист мариночка тоже пономаренко шикарный диетолог из умани не уже всех не смогла посмотреть кто там еще заходил но я очень рада что вы заходите слушайте вот о том что я сейчас буду рассказывать вот еще есть такая книга у нас медицина и рейн ее написал андрей викторович виноградов золотые руки вот просто гениальный человек который знает и китайский и английский немецкий язык ну конечно и русский украинский язык и этот человек прошел очень много разных школ по восстановлению опорно-двигательного аппарата человека и вот есть уже огромное количество людей кто с благодарностью просто вспоминает об этом вот мужчине потому что андрей викторович когда прикасается к человеку и осанка ровнее и шайный остеохондроз куда-то исчезает но он написал книгу которая посвятил посвятил ее продукции рей потому что он был когда клинические исследования проходил вот этот продукт германии в мюнхене и я когда его впервые встретила он мне рассказывала как вот эта еда прошла клинические исследования даже как лекарство но я думаю что со временем это будет как лекарство может быть в реестр внесено а может быть и нет но в любом случае вы знаете электромобили тоже не сразу пошли в массовое производство а сейчас уже стали в доступе вот сегодня андрей викторович он творит в чернигове чудеса знаем читали уже отзывы по поводу вот этих продуктов андрей викторович написал книгу которую стоит всего 40 гривен и он четко указал здесь есть кстати отзывы тоже врачей четко указал например о таком продукте как бэнт и вот у меня тема сегодня вирус и рейн вы знаете что на самом деле вирус очень неустойчив в окружающей среде он на него солнечные лучи попадают вирус будет погибать и мороз его очень быстро уничтожает и вообще разные дезинфицирующие средства тоже на вирус очень быстро влияют вирус он очень 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 такой знаете слабый в окружающей среде но есть у него второе имя второе но второе качество он очень быстро размножается именно поэтому когда люди заболевают орги острое респираторное вирусное заболевание она мгновенно может дать клинику и температура быстро подымается и может быть даже не всегда но ломота в теле уже там потому что орзе она может дать чихание насморк заложенность носа першение в горле а вот орви не всегда конечно сейчас есть и вирусная пневмонии и пошла корь уже среди народа но когда люди боятся кори были слушайте не бойтесь кори вы главное в этот момент в этот период хорошо выпаивайте организм и будет у вас ну лечитесь конечно но будет у вас хотя бы пожизненный иммунитет потому что вот ним невозможно прививкой создать пожизненный иммунитет час пажи сейчас привитые детки болеют даже на корь вот где ведется закупка продукта спрашивает владимир хороший вопрос этот продукт производят в штате юта америка вот я вам сейчас покажу здесь написано made in usa это штат юта мы были на этом заводе завод называется innovation flex pack и вот когда я была на этом производстве 6 или 7 раз и когда я видела что огромное количество еще завод производит разных но товаров другим компаниям я была приятно удивлена сколько натурального сырья приходит на этот завод но когда я узнала что лаборатории вот знаете мы зашли на офис на этот завод и там стоит вазочка с конфетками там есть умывальничек есть кухонька и лежит ваза с продукцией rain представьте на заводе производится более семидесяти компаний огромное количество формул но сотрудники завода кушают продукт rain почему потому что у них есть лаборатории потому что они знают что самое натуральное самое лучшее по этим формулам а еще один такой тоже для меня важный момент то что владелец завода innovation flex pack вот этот человек который производит 70 компаниям продукцию разных форматов разные биодобавочки соки гелии экстракты и так дальше он выкупил акции компании rain и сейчас лично взялся за кураторство вот этого проекта по поводу вирусов вижу что как лучше принимать смузи при разных вирусах смотрите здесь есть много видов продукта уже мы начинали свое знакомство два с половиной года назад вот с этих двух продуктов был соул и был кор и вот этот продукт он снимает воспаление здесь семена черного тмина семена черной малинки косточки винограда шардоне то есть если вы понимаете что при вирусе нужно выпаивать организм пить очень много чаев с антиоксидантами с той же малиной то вот здесь очень много того что даст человеку чай из малины здесь можно сказать тысячу порций этого чая но что здесь самого мощного здесь семена перетертые до консистенции смузи и вот черный тмин который входит во все три пакетика дети надели кор поэтому у нас пор будет распечатаны извините sol band есть у меня были запечатаны а кор закончился ждем сейчас так вот вот этот sol core band все три пакетика видите как светофор красный жёлтый и зелёный вот так вот даже можно держать видите красный жёлтый и зелёный так вот все три пакетика содержит черный тмин черный тмин он имеет патенты по вирусам это международные патенты то есть это доказано лечебный эффект черный тмин имеет по борьбе с вирусами по борьбе с псориазом астмой то есть улучшает обмен веществ также по диабету также черный тмин имеет патент по замедлению роста онкоклеток то есть 6 патентов диабет астма псориаз вирусы укрепление иммунитета и замедление роста онкоклеточек я вам скажу что это очень круто любой пакетик любой пакетик очень положительно влияет на здоровье человека у нас есть так как есть пять детей мы очень много с мужем проводим времени и с детьми но и вот по роду моей деятельности я читаю лекции и вот я очень рекомендую людям не идти в аптеку за синтетическими витаминами а покупать натуральные витамины но у нас есть семейный водитель у наших детей и вот сегодня его сын приболел и я сразу говорю быстренько сол и кубин по пакетику и через пару часов уже водитель говорит что ребенок выпил по пакетику и просто лег спать я по поводу вот этого продукта могу сказать что он очень 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 круто помогает по поводу по поводу украинского продукта вважаемый владимир я вам хочу сказать я очень люблю свою страну я навыть вдома розмовляю украинскую мову своими дитками и коли мы были на конференции у празе мы одягали вишиванку и когда мы проводили величезную конференцию в украине я была у вишиванцы и вид марии чуднович але що стосується украинских вырубників поки що в украине треба ще в цьому напрямку развиватись поэтому перейду опять на русский потому что нас слушает очень много разных стран поэтому этот продукт он я за то чтобы в украине когда-то появились какие-то подобные вещи но пока ничего рядышком даже не стоит по качеству вот самое интересное что по поводу цены вот вы написали по маленький по маленькой стоимости здесь вот этот пакетик он содержит 60 миллилитров и огромное количество людей пользуется вот его делят это 12 чайных ложечек кушать его за шесть дней и то что он содержит витамины минералы омегу здесь есть также макро микроэлементы здесь есть аминокислоты но за такую стоимость как бы вы не хотели бы ничего подобного на шесть дней примерно ну около трех долларов это мизер по сравнению с тем что мы тратим на полезную еду по поводу того что вы наблюдали напишите мне в личку может быть я вам тоже кое-что интересное покажу я изучаю все что есть у меня огромное количество образцов разных компаний у меня есть мой любимый микроскоп я могу посмотреть внутри капсулки я могу посмотреть как меняется кровь каким меняется иммунная система как быстро происходит это все поэтому я с удовольствием изучу и разберусь по поводу еще продукта сейчас идут вирусы и вирусы к сожалению вы знаете когда вирус проникает через мембрану клеточки добирается до ядра клеточка становится похожа на вирус она даже действительно вот как моем приглашении такая похожа на ёжик но вирус к сожалению я не могу увидеть через свой микроскоп я могу только видеть инфицированной клеточки вы знаете что самое интересное что я заметила когда человек употребляет хотя бы пару пакетиков то включается фагоцитоз включается поглощение иммунными клетками тех клеточек которые стали инфицированными знаете что у нас наблюдают люди которые не имеют оборудования просто вот приболев кушают продукт они замечают что достаточно достаточно выпить по чайной ложечке соул корбе соул семена черного тмина черные малины косточки винограда шардоне дерибоза здесь есть также вот в этом продукте ресвератрол то есть это то что снимает воспаление на 33 процента многие используют его как жаропонижающий он действительно есть клинические исследования вот этот пакетик работает лучше чем 281 таблеточка аспирина но без побочных эффектов второй продукт band который разработан для восстановления соединительной ткани куркума черный тмин черный перец экстракт черного перца биоперин рис семена тыквы семена льна семена также здесь есть гиалуроновая кислота витамин d который сейчас многие назначают педиатры маленьким детям очень рекомендую пускай ваши детки кушают натуральный витамин d потому что не натуральный вот если вы почитаете побочные эффекты синтетический витамин d может даже отключить почки в работе то есть может запустить деструктивные изменения в состоянии почек даже может привести переизбыток синтетического витамина d к тому что будет господи вылетела из из головы слова вот прямой эфир вести конечно это непросто хотя мне просто я люблю это дело вот по поводу а может быть даже почечная недостаточность появится вот от синтетического витамина d от натурального витамина d к радости то есть почки наоборот восстанавливаются вот по поводу по поводу этого продукта за счет того что здесь есть витамины группы b pp витамин c витамин е витамин а витамин d витамин b3 в частности вот этот продукт за счет еще куркумы и всего остального очень круто снимает тоже воспаление работает по соединительной ткани у кого горло например там ангины гнойные ангины вот на этом сочетании sol core band 95 процентов 99 процентов возможно даже получили за одни один два дня результат без антибиотиков как применять для профилактики даже можно кушать ложечками но если вы не имеете вредных каких-то привычек а то знаете как в том анекдоте многие люди живут как в том анекдоте сейчас расскажу вам в одном издательстве журналисту дали задание найти пожилого человека и взять у него интервью и вот подходит этот журналист нашел на улице пожилого человека подходит и говорит можно у вас взять интервью тот говорит ну конечно можно взять интервью и вот журналист спрашивает ну вот вы так долго прожили может быть вы никогда не курили тот говорит да нет курю как паровоз может быть вы никогда Да, не пили алкоголь. Да, нет, пью все, что горит. Может быть, вы там питаетесь полезно. Да, ну что, я ем все, что шевелится. И этот уже журналист спрашивает, дедушка, а сколько вам лет? Мужчина отвечает, 36. Вот так многие люди. Они ведут очень нездоровый способ жизни, и им, к сожалению, Рейн не сможет дать того уровня здоровья, который мог бы, но зато нейтрализирует хотя бы вредные привычки. По поводу вот этих продуктов, если вы здоровы и ведете здоровый способ жизни, вам по ложечке будет достаточно. Но если вы приболели, и если вы боретесь за свое здоровье, например, высокая температура, что происходит в этот момент? Да, для интерферона хорошо, если температура от пара держится примерно 38, хотя бы трое суток, тогда интерферон, это наш с вами белок, который отвечает за работу иммунитета, будет вырабатываться более интенсивно. Но если высокая температура, в этот момент разрушаются ретроцитики, высвобождается билирубин, и это плохо сказывается вообще в целом на организме, не только цвет кожи будет желтый. По поводу, вот смотрите, вот пишут люди, да, что за полтора дня в дороге решил опрос с ангиной, soul core band. Я скажу, что у меня, например, дети, ну, они сами знают, что если болит горло, надо идти и пить продукт. По поводу соков, которые пишет, например, Владимир, сок столового баряка, да, его можно делать дома, но кто будет его делать? А если пить его из бутылки, то где в соке столового баряка, свеклы, есть омега? Вот дайте мне, пожалуйста, состав, там нет омеги. Да, там будут витамины, там будут микроэлементы, но соки по сравнению с семенами перетертыми, ну, извините, из сока ростков пшеницы хлеб не сделаешь, хотя ростки пшеницы полезная штука, но опять же должна быть клетчатка, должно быть полиненасыщенной жирной кислоты. Наши с вами клетки, они хотят комплексного подхода. Если у вас из автомобиля только топливо или только колеса, вы не сможете им пользоваться полноценно. У нас есть очень много полезного. У меня сегодня день тыквы. Я угощала своих друзей запеченной тыквой и делала, перетирала семена тыквы вместе с волокнами внутри, добавила чуть меда, делала антипаразитарную такую смесь хорошую. Мы сегодня кушали и тыквенную кашу. Но вы знаете, что у меня дети, например, не все любят тыкву. Некоторые поели, а некоторые не захотели. Поэтому дать сок тыквы, ой, сок свеклы, это очень хорошо. Но можете просто, я вам гарантирую, что если вы попользуетесь, вот люди, которые вы просто на соке и на смузи из семян, они бы увидели колоссальную разницу. Температуру при вирусных заболеваниях я лично рекомендую не сбивать до 39 даже можно. Вот 39, если особенно применяет еще человек смузи, то 39 можно даже не сбивать. Если выше 39, то опять же безопасные методы обтирания. Можно даже почистить зубы после того, как вы почистите зубки. Тоже температура может упасть. Но не спешите давать нурофен. Он, к сожалению, не такой уж и безопасный. Существует мнение, что он приводит к раку крови. Не спешите давать анальгин. Уже вся Европа от него отказалась. Не спешите... А вот как раз Максим Киевский написал по поводу нурофена. Не спешите, например, сбивать или использовать иммуностимуляторы. Потом можно просто получить, к сожалению, откат в виде разных аллергических реакций. По поводу вот этих продуктов, это иммунокорректоры. Они низкий иммунитет приводят в норму, высокий иммунитет приводят в норму. Но при этом можно очень быстро выздороветь. По поводу антибиотиков, вот очень хорошее замечание от доктора. Это доктор-фитотерапевт, это доцент Винницкого медуниверситета Татьяна Михайловна Король. Что не спешите давать детям антибиотики при простуде. Дети за 2-3 дня выздоравливают. Действительно подтверждают. Более того, если работает вирус и подключить сразу антибиотики, к сожалению, ну многие доктора так перестраховываются в своих назначениях. Антибиотики с вирусом не работают. Но если где-то какая-то бактерия при этом сидела в организме, тихонечко и дремала, и антибиотик попал, не факт, что эта бактерия будет уничтожена. Потому что при вирусных заболеваниях некоторые доктора назначают там на 3 дня. То есть цикл не прошел полный. И потом у этой бактерии появляется резистентность, устойчивость. Устойчивость к этим антибиотикам. Если, так, вижу, вопросы были. Может, если я на вопрос ваш не отвечу, то вы его можете продублировать. Вот. Юлечка Мирошникова, мама четверых детей, пишет, что она не спешила сбивать температуру. Я, например, у меня 5 детей. Да, лучше не сбивать температуру. Конечно, выше 39 тогда сбивать. А так пускай организм сопротивляется. Будет память клеток, как бороться с инфекцией. По поводу еще наших продуктов, которые есть в Рейн. То есть есть здесь еще зелененький детокс, где алоэ вера, спирулина, хлорелла, капуста, калеростки, пшеницы, одуванчик, семена черного тмина, семена клюквы и семена расторопши. Видите, как я экзамен сдаю? Здесь есть все то, что снимает интоксикацию. То есть это детокс, вот этот пакетик. И если воспалены лимфоузлы, я лично рекомендую. Это не самолечение, это самопомощь. Наносите на лимфоузлы кор наружно. Очень круто помогает. У меня старший сын, ой, Илья, он в 20 лет переболел. Вылетело из головы детской заболы. А, скарлатиной. И я вам скажу, что когда он, у него температура была всего несколько часов, высыпание всего буквально там около суток и недомогание вообще несколько дней. Без каких-либо антибиотиков в 20 лет взрослый парень справился со скарлатиной. И вот когда я, например, имела этот продукт в доступе, я чувствовала себя мега счастливой. Но когда он у меня заканчивался, я понимала, что если вдруг, не дай бог, заболеет кто-то из моих детей, то я даже не знаю ничего аналогичного, что могло бы так быстро поднять их на ноги. Вот. У меня, например, так, может быть ли эферолган альтернативой норофена? Ну, да, но опять же там активные вещества одни и те же. Вот. Если обструктивный бронхит, конечно, назначили антибиотики, но обструкция может быть не только из-за инфекции, обструкция может быть еще из-за аллергической реакции на что-то. Очень внимательно посмотрите, что вы даете. По поводу антибактериальных свойств, вот кора действительно очень круто работает за счет и черного админа, алоэ вера и одуванчика. И вот вообще этот, если его наносить наружно, на какие-то открытые раны, заживает все очень быстро, без нагноения. Вот. Видите, люди пишут, что на перофилактических ложечках ушли боли. И я еще, знаете, что хочу сказать. Очень часто, когда подключается у ребеночка инфекция, особенно если это верхние дыхательные пути, то сразу же могут быть отиты, особенно у маленьких детей, потому что анатомически расположены трубы, и гортань, и носоглотка, все очень близко. И вот когда ребеночек имеет какую-то инфекцию, у него может появиться отит. Очень круто на уровне самопомощи, опять же, не заменяю и лечение, на уровне самопомощи кор применить на ушко, вот именно внутрь, ну, можно сказать, наружно. Вот. По поводу температуры, действительно, кор и бент очень круто сбивают. Но здесь природный антибиотик, например, клюква, семена клюквы, а здесь природный антибиотик, куркума, биоперин, экстракт перца. Поэтому, действительно, они очень круто работают и с бактериями, а за счет черного тмина еще и с вирусами. Вот. Так, 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 сейчас посмотрю. Вот пишут, да, люди, что за два года применения Рейна практически вот один раз только приходилось сбивать температуру. Я по поводу еще скажу вам полезных вот таких вот бактерий. Очень крутой продукт, очень крутой продукт вот этот. Здесь находится 30 миллиардов бактерий в каждом стике. И вот этот просто сладенький, а этот более кисленький. Американцы, они любят, чтобы оно было не только полезное, но еще вкусное. И вот когда мы начинаем параллельно к лечению использовать пробиотик с пребиотическими семенами, здесь внутри семена клюквы, семена грейпфрута, это тоже природный антибиотик, семена чия, здесь есть также семена арбуза, очень хорошо на обмен веществ влияет, семена тыквы снимает воспаление. Здесь есть еще семена, косточка абрикоса, очень тоже хорошо с иммунитетом работает. И вот я очень рекомендую вот эти продукты, потому что все мы знаем, что во время любого лечения, во время любого заболевания, почему заболевание появилось? Потому что вредная микрофлора стала главней полезной, и она отвоевала свою территорию. Поэтому здесь есть бифидолактоиоцидофильные бактерии, которые даже вытесняют пневмокок, в том числе золотистый стафилококк, даже синегнойную палочку, опять же не являясь лекарством. Полезные бактерии просто работают. Даже с хеликобактер пилори работают очень хорошо вот эти. У нас уже есть очень-очень много отзывов. Поэтому я рекомендую дополнительно к лечению используйте вот эти бактерии. Это будет очень-очень полезно. По поводу обезболивающих средств. Вот очень хорошо мне лично обезболивает любые. Ну там даже зубную боль убирал или бент, или соул. Вот это два самых лучших. Вот. При спазмолитических болях очень хорошо помогает соул. Хотя вообще я вам скажу, что любой продукт помогает, потому что настолько быстро этот продукт всасывается в ротовой полости в кровь, что он мгновенно, за считанные минуты, буквально 5 минут, этот продукт разжижает кровь до нормы, если она была густая, и сгущает кровь до нормы, если она была жидкая. То есть на этом продукте мы видим улучшение реологии крови, антиоксидантной защиты. Мы видим улучшение со стороны терморегуляции, то есть прокровление происходит намного лучше капиллярной сеточки, ведь кровь, эритроциты, они должны ввинчиваться вот в капиллярчик, практически в виде трубочки, и тогда хорошо отдают кислород, идет питание нервных окончаний. И вот очень классно, если вы будете применять этот продукт, когда температура высокая у ребенка, у него сгущается кровь, из-за этого бывают судороги, из-за этого бывают ацетономические синдромы, именно поэтому многие родители все-таки сбивают температуру. Но благодаря вот таким вот продуктам, кровь остается в норме, судорожный синдром тоже у нас у многих людей, даже у деток были, детки с такими, ну, судорожная готовность, и даже есть у нас результат по синдрому Атахара, это когда было у ребенка в день даже более 20 эпилептических приступов в день, и за 4 месяца приема продукта уже этого синдрома нет, уже ребеночка нет эпилептических приступов. По поводу длительных кашлей я вам хочу сказать, что увлажните воздух в помещении обязательно, также нужно обязательно выслушивать, и может быть даже придется сделать флюорографию, чтобы не пропустить какой-то момент со здоровьем, но продукт в любом случае нужен, есть кашель, нет кашля, нет кашля будет для профилактики, есть кашель, есть уже какой-то вирус, будет для того, чтобы организм мог быстро справиться с инфекцией, и пошел, 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 и все, и человек получает, ну, не только хорошее самочувствие, а он еще получает действительно выздоровление. Вот, по поводу вопросов, я вижу ваши вопросы, что вы пробовали давать пару раз кор и сол двухлетнему малышу, и был сильный запор. Действительно, такая тенденция иногда бывает, очень-очень крайне редко, но бывает. Во-первых, это может быть, если ребеночек не пьет воду. Во-вторых, если есть проблемы с кислотностью у ребенка, это уже могут быть стрессы, даже причиной этого, или неправильное питание, или нарушена целостность слизистой пищеварительного тракта. Этот продукт может спровоцировать запор, если даже где-то были паразитарные инвазии, они тоже могут, когда будут выходить, может чуть-чуть быть запор, и даже боль в области пупка отсыдите. По поводу, после кора обострился хронический гастрит, вот если бы вы его пили правильно, после стаканчика водички, пол чайной ложечки, чайную ложечку, то, скорее всего, не обострился бы, или после еды. По поводу еще, вот видите, пишет Марина, что у них эпилептические приступы на Рейн уменьшились. Очень хорошо, очень рады, невероятно, потому что каждый эпилептический приступ, это погибает огромное количество нервных окончаний. Очень важно, что мы с вами имеем такие продукты, и вот полностью уверены в качестве. Стоит ли делать ингаляции? Делайте ингаляции. При обструкции ингаляции очень хорошо. Единственное, что я вас очень прошу, вот вижу, вопросы пошли не совсем по вирусам, но я отвечу сейчас на этот вопрос. Рейн при наличии камней в почках и в желчном применять очень-очень дробно, но обязательно, потому что густая кровь, густая моча, будет камень в почке. Густая кровь, густая желчь, будет камень в желчном. Густая кровь, густая сперма, будет и кальцинация, и будет, ну, проблемы с простатой, будут проблемы с семенной жидкостью и с работой, ну, с подвижностью сперматозоида. Густая кровь, густое молочко у мамы кормящей, уже не будет хорошо оно продуцироваться, из-за этого мамочки получают состояние с дефицитом молочка, и ребеночек уже вырастает искусственник. Густая кровь, будет кальцинация на клапанах сердечных. Также, если густая кровь, если дефицит кремния в организме, даже может быть кальцинация, есть такая у нас важная очень железа, она находится вот, и называется зона третьего глаза, да, то есть, как часть гипофиза, это эпифиз. И вот там находится шишковидная железа, которая отвечает за наш с вами мелатонин, за наши с вами гормоны молодости, за наши с вами обновления. Поэтому, когда у человека густая кровь, и кальцинация даже шишковидной железы произойдет. Поэтому я очень вам рекомендую, берегите свою кровь и храните ее качество. Потому что, если была густая кровь, образовался камень, то когда мы сделаем качественную кровь, она сделает качественную желчь, и в результате камушек размылится. То есть, понимаете, все в жизни можно сработать по принципу, как пришло, так и ушло. По поводу вопросов, можно ли деткам во время лечения, во время заболеваний, во время кори, ветрянки, все остальное, нужно. С этим продуктом есть намного быстрее шансы выйти с этого состояния. Ведь есть не только вирусы, которые повреждают нашу с вами кожу, например. Есть вирусы, которые повреждают иммунную систему, нервную систему. Очень сложно потом с этим работать, очень долго восстанавливать, и даже медицина считает, что это не восстанавливается. Например, такой синдром БАСа, когда вирус повреждает нервное окончание, очень сложно с человеком. Я работаю с несколькими пациентами, но такая медленная динамика, что уже не знаешь, за что хвататься. По поводу еще продуктов, есть новиночка. А, я еще могу вам показать еще один продукт, который тоже с вирусами будет хорошо работать. Даже вот протеиновый коктейльчик, в котором в составе, я читаю, внимание, горох, потом органичный сахарный тростник, порошок семена чия, семена арбуза, какао-порошок, натуральные ароматизаторы. Здесь действительно все натуральное. Здесь нет ни одного ксинобиотика, ни одного консерванта. Вот все натуральное. Дальше подсолнечниковое масло, инулин, кремний, соль, экстракт стевии, порошок семян арбуза, клюквы, топинамбур, экстракт косточек грейпфрута, виноградных косточек, абрикосовых косточек, тоже экстракт. То есть, вы представьте, какое чудо! Невероятно вкусное, особенно, если вы можете еще делать какие-то смузи, можно в кашу добавлять. Это порошок. Здесь внутри порошок. Но для чего нам нужны вот эти все семена? Это высочайшая концентрация аминокислот. И если у человека не хватает белка, аминокислот не хватает, антитела в лейкоцитах плохо вырабатываются. Поэтому, почему упаковка на украинском? Я вам хочу сказать, что мы были в Америке на этом заводе. И Украина у нас ждала много тысяч упаковок форма. И мы попросили владельца завода сделать нам украинскую упаковку. И вы знаете, он пошел навстречу, потому что в Украину было выслано более, ну, на тот момент, ну, трех или четырех тысяч форм, а сейчас еще выслали. Так вот, смотрите, что написал переводчик, который создавал вот эту упаковку. «Ниякого мотлуху, просто здоровья». Я обожаю этот перевод. Я просто в восторге, потому что оно настолько, даже читается вкусно. Теперь, что новиночку, да, вот протеин. Еще, да, Елена Хитрук просит информацию. Скажу вам так, что аминокислоты нужны для того, чтобы иметь хороший мышечный тонус. Даже для того, чтобы иметь крепкие волосы. Очень счастлива, что сейчас вот мои волосы возвращаются к той густоте, которая у меня была еще, когда я училась в школе, когда не могла резинкой хвост связать. У нас очень много людей, у которых атония кишечника, и эти животы раздуты там внутри. Вот когда пус вот этот такой огромный, как шар, это значит, что абдоминальное давление выше, чем атмосферное. То есть нет у человека нормального тонуса в кишечнике. Нет тонуса в брюшине, нет тонуса мышечного тонуса. У людей со временем потом нет мышечного тонуса, например, в мочевом пузыре, не держит мочу нормально. Нет мышечного тонуса у спинки, будут уже сколиозы всевозможные, и остеохондрозы. Нет мышечного тонуса у наших мышц лица, провисание идет кожи. Нет мышц, для чего нам нужны вот белок? Для того, чтобы все мышцы наши работали, даже диафрагма, даже диафрагма, которая отвечает за то, что легкие открываются и сокращаются, мы же дышим нелегкими, там нет мышц, мы дышим диафрагмой. И вот диафрагма, это мышечный просто орган, и от ее работы зависит, как мы будем дышать, сколько кислорода попадет, как потом этот кислород пойдет дальше в кровь, и как мы выдохнем даже углекислый газ. Очень вкусный продукт, невероятно приятный, и его можно, вот этот форм, даже беременным женщинам, можно кормящим, даже нужно, потому что если у вас будет, здесь же, смотрите, здесь калорий очень мало, но есть жиры, есть углеводы, есть кальций, железо, калий, есть пищевые волокна, то есть вот это невероятно полезно для кормящих. Еще для кормящих, даже если вот вы устали вдруг, нет молочка, извините, отвлекаюсь, да, не совсем о вирусах, но пошел вопрос, ложечку кор, за счет того, что здесь одуванчик, одуванчик лактагонный, буквально чайную ложечку кор, перед ним стаканчик водички, пошли 10-15 минут, полежали, отдохнули, почитали какую-то книжечку положительную, и вам через 10-15 минут будет чем кормить. Представляете, у меня была на встрече во Львове, доктор лактолог, шикарный врач, мама троих детей, боже, ну такой, ну ангел сидит, ангел, понимаете, она ответственная, она боится за свою репутацию, она говорит, я вот почему повелась на все это, потому что я видела, что это натурально, но я хотела сама проверить, и она сама кушала, получила результаты, ее детки получили результаты, и вот у нее одна кормящая мама столкнулась с тем, что абсцесс образовался внутри груди, за счет лактостаза, там и так дальше уже, и она порекомендовала, это доктор, из-за того, что она знает, что травы внутри, это вот все то, что входит в официальную фармакопею, вообще, Украины, она порекомендовала, вот этот корн нанести наружно, и пить внутрь, наружно на грудь, где есть воспаление, женщина, которая это сделала, она говорит, боже, как мне болела грудь, оттуда на следующий день, и вечер уже сразу, через пару часов, пошло молоко с гноем, ну извините за детали, но мы уже затронули эту тему, и на следующие сутки, женщина уже увидела, что идет чистое молочко, то есть произошла очистка, по поводу, еще вот вижу отзывы, да, что у моей подруги 56 лет, мастер-парикмахер, не знала, что делать с отросшими корнями, когда делала прическу, отрос ежик, действительно, у меня тоже, вот видите, почему я радуюсь, у меня тоже вот ежик отрастает, то есть по всей голове, такой хороший объем, за счет того, что отрастают те волосы, которые уже были потеряны, вот, смотрите, для выведения перхоти, и все остальное, это, ну, сиборея, как правило, это грибок, поменяйте стиль питания, уберите мясо, молочку из рациона, сладости, покушайте рейн, и вы увидите, очистится ваша голова, вот, еще по поводу, тоже пишут, что многих ежики начали отрастать, да, ну, приятно, скажите, приятно, у меня муж вообще начал пить вот этот для суставов бэнт во Мексике, за месяц у него, вы знаете, мы думали, что генетически у него уже не будут волос, у него, у отца в 40 лет уже, здесь все было чисто, вообще блестело, моему мужу 43 года, и когда он получил результат на этом продукте, у него сейчас намного гуще волосы, и даже пигмент улучшается, вот, видишь, Ольга пишет, что мужа зарастает лысина, и Светлана тоже пишет, что ежик отрастает, Светлана Тупчета, моя одноклассница, Светочка, спасибо, что слушаешь, очень рада, что находишь время для самообразования, вот, так вот, что касается вирусов, вернемся к нашей теме, я не буду вам рекомендовать каких-то протоколов лечения, этим занимается врач, но вы должны помнить три основных правила, пить много воды, потому что вирус дает токсины, надо вымывать интоксикацию, второе правило, не спешить подключать антибиотики, лучше это пускай будут антивирусные препараты, вот хелевские мне даже нравятся, энгистол, можно в таблетках, можно даже в ампулах проколоть, но опять же, это только после консультации с доктором, вот, и третий пункт, который я рекомендую, если заболел ребенок или взрослый, не спешите закармливать едой, потому что иммунитет отвлечется на кишечник, дайте возможность организму побороться, ведь когда у организма нечего кушать, он съест все вредное, что в него попало, называется аутофагия, это не значит, что ребенка нужно морить голодом, но вы можете давать вот такие продукты, которые будут укреплять иммунитет, и не будут запускать процессов гниения в организме, и вот каждые 30 минут по чайной ложечке сол, через 30 минут можно кор, бент, а перед продуктом пьется водичка, и все, сейчас очень круто можно на этом продукте, если вы только-только заболеваете, успеть выйти из этого диагноза, даже не заболев полностью, вот знаете, у меня любимая фраза, вылечиться до того, как ты заболел, по поводу ребенка 10 месяцев, маленьким грудным деткам, с момента ввода прикорма, можно давать эти продукты, как прикорм, единственное, что кор, он такой кисловатый, детям не всем нравится, я рекомендую разводить водичкой, начинайте с капельки, постепенно увеличивайте, соул, соул, вот этот продукт, очень хорошо начинать давать даже с махоньких, ну мы начинали, вот моей сестричке, ну моей племянничке, мы начинали с двух недель, есть очень много мамочек, которые прям с роддома подкармливают, пипеточку набирают, и капают в ротик ребеночку, какой расчет должен быть по весу, 1 миллилитр на килограмм веса ребенка, соул, полмиллилитра кор на килограмм веса, вот, потом пишет Наталья Балан, да, что лично, не знает, начала по какой-то причине нарывать грудь, не знаю ничего, было пару пакетиков кор, прикладывала наружу, на все прошло за 5 дней, Наташенька, спасибо вам за доверие, вы знаете, ваши отзывы, мне хочется перевести все отзывы, и отправить к Кристине Кук, это глава научного совета, человек просто, который разрабатывает вот все эти чудеса, и она еще и еще, у нее там уже есть формулы, гениальный просто ученый, мама четверых детей, 50 лет, выглядит потрясающе, ну, то есть, знаете, только по внешнему виду, ты понимаешь, что человек знает многое, хотя в ее семье было 4 онкологии, и все четверо остались живы, вот, благодаря вот ее, вот этим знаниям, которые она применяет, есть новиночка, Red Soul, это такой же почти, а, был еще вопрос, сколько годен продукт, после его срока, после его срока годности, как закончился срок годности, вы знаете, официально любой фармацевт вам скажет, что после окончания срока годности, еще полгода препарат, медикамент отлично работает, но я вам скажу, что у нас есть по наблюдениям, даже через год, как закончился срок годности, продукт не изменился на вкус, и шикарно работает, но опять же, я не пропагандирую вам кушать просроченное, кушайте вовремя, но просто если вы нашли даже, какую-то коробочку, вот у меня была женщина, которая купила себе много продукта, с целью там маму покормить, соседке порекомендовать, мама не захотела, соседка вообще начала там искать какие-то подводные камни, и вот у этой женщины остались эти коробочки, и она медленно кушала себе свой, ну, по своему режиму, но коробочки потеряли срок годности, и она мне пишет, что мне делать, я говорю, вы знаете, не бойтесь, вышлите мне все эти коробки, а я вам вышлю с хорошим сроком годности, я не буду в убытке, вы за меня не волнуйтесь, мы все это съедим, оно работает точно, вот, теперь, что касается, когда будет Red Soul в Украине, такой же пакетик, но Red Soul, я думаю, что в течение двух недель будет, представьте, если здесь почти 9000 единиц антиоксидантов, то в Red Soul 13500 единиц антиоксидантов, это рекорд просто, еще что делает Red Soul, он на красной малине, он очень круто влияет на обмен веществ, для похудения, например, также он очень хорошо влияет на борьбу с воспалением, он продлевает жизнь, если вот этот продлевает жизнь на 62% клеточкам, то Red Soul продлевает жизнь на 80% клеточкам, вообще замечательно, можно рассчитывать на 150 лет здоровой жизни, как минимум, как писал академик Уголев, он писал, что мы очень не доживаем своего возраста, ну, своей жизни, вот, мы тоже очень ждем, Red Soul, он просто проходит сертификацию, кстати, очень скоро у нас будет открытие офиса в Украине, в России временно, там полтора месяца не продается продукт, но вот-вот начнут продавать, так что вы не волнуйтесь, еще этот продукт продают в Белоруссии, в Казахстане, и в 48 странах этот продукт продают, и я очень счастлива, что в наших с вами руках есть такой вот простой безопасный помощник, цена будет примерно средняя, как между, ну, Соулом и вот Кором, ну, может быть, около 80-85 гривен за пакетик, ну, то есть около 3 долларов, там, и 20 центов, если я правильно перевела, вот, новинки будет в Украине много, потому что мы с мужем общаемся напрямую с администрацией компании, с научным советом, и мы очень круто показываем динамику развития рынка Украины, поэтому нам привозят всего много уже, вот, по поводу еще скажу вам вирусов, если все-таки уже человек видит, что он один-два дня на домашнем режиме, на такой самопомощи не справляется, то, конечно, нужно обращаться за медицинской помощью, можно, конечно, быстрее обращаться за медицинской помощью, но может быть такой момент, что залечит, вот, по поводу еще простуд, не бойтесь простуд, не бойтесь вирусов, все, что Господь создал в природе, все должно быть, вот, знаете, все имеет свой смысл глубокий, и вирусы приходят в наш организм, чтобы потренировать иммунитет, чтобы наш иммунитет умел справляться и с мелкими вредителями, и с крупными вредителями, и если человек вообще-вообще-вообще никогда не болеет, это очень плохо, но если человек болеет так, знаете, вот попершила в горле, и через 15 минут исчезла, вот это круто, по поводу насморка и кора, вы знаете, у меня такой был случай, комический просто, соломея моя, пятилетняя дочь, спит ночью, и я слышу, как она плохо дышит, там, знаете, так вот, и вот она, эта соломенечка, не может дышать, я знаю, что кор за счет алоэ веры, одуванчика, если нанести в носик, то очень быстро, ну, 5-10 секунд, даже можно не разводить, если на палочку гигиеническую нанести, или пальчиком ребенок сам может нанести, то буквально, ну, 5-10 секунд, и носик дышит, ну, иду я из спальни, в кухню, в коробку, и кор ныряет моя рука, достаю пакетик, и иду опять в спальню, открываю этот пакетик, ребенок ночью, сама себе пальчиком раз, раз, нанесла в носик, 5 секунд, и уже дышит, всю ночь спит, утром я просыпаюсь, а у нее нос желтый, как будто бы она одуванчики нюхала, я думаю, что ж такое, я думаю, неужели я вместо кора ночью нанесла бент, смотрю, возле кровати стоит открытый бент, и вот так у нас получился небольшой эксперимент, сейчас при рините, при насморке, я рекомендую не только кор, но можно наносить и бент, и даже соул, и можно наносить в чистом виде, но если вы хотите закапать, то закапать, только разводить, потому что очень будет большая концентрация его, нанести просто гигиенической палочкой, он просто на слизистую ляжет, и концентрация уменьшится, но если вы будете капать, это будет сжечь, вот кор, он такой, он на слизистую, немножко может вызывать дискомфорт, но он как зеленка на рану работает, зеленка тоже прижигает своего рода, так, окей, хорошо, вижу вопросы, Максим, реально нужно обязательно ребеночку найти железо, вот, или не усваивается, или, допустим, может мало с питанием приходит, в любом случае, вот эти продукты, они хорошо содержат железо, но правильное железо, не токсическое, как фармацевтические препараты, а вот правильное железо, вот, как давать ребеночку, можно начинать там с пару капелек, хотя бы соул, постепенно увеличивая, у нас есть, кстати, даже случай, когда ребеночка был гемоглобин 30, вообще, он 4 месяца лежал в стационаре, в реанимации, перенес 47 переливаний крови, я сейчас могу показать его фотографию, это Светлана Тимощук вела этого пациента, и вот Светлана Тимощук получила разрешение опубликовать его историю, разрешение от родителей, и я вам сейчас покажу, как изменился этот ребенок, когда ему подключили соул, когда ему подключили продукт, сейчас секундочку, сделаю поярче экран, продукт, которому нет просто практически аналогов, вот этот продукт по гемоглобину, по ферритину, очень круто работает, сейчас я вам покажу фотографию, как выглядел этот мальчик, вы знаете, если бы не фотографии, мне даже было бы сложно поверить, что с таким диагнозом, ребеночек справился, и так кто впервые сейчас увидите, а по поводу, как закапывать ушко, не надо закапывать, на гигиеническую палочку, и нанесите просто кор в ушко, буквально несколько раз в день, и отиты, как правило, уходят сами, вот, и так смотрите, сейчас вам на виду, поменяю камеру, как выглядел этот Богданчик, когда у него был гемоглобин 30, это не полный ребенок, это отечный, за счет того, что уже у ребенка, ребенок был уже на гормонах, гемоглобин 30, 47 переливаний крови, и вот его история болезни, со всеми выписками, со всеми гемоглобинами, им занимались очень активно, и вот я вам хочу сейчас показать, как этот Богданчик начал выглядеть, через полтора месяца приема соул, он кушал, вот этот вот пакетик, вот соул, пакетик на 6 дней, гемоглобин 85, сейчас этот малыш, пользуется уже продуктом на регулярной основе, и он все красивее, красивее, умнее, счастливее, здоровее, и он уже больше года, слава Богу, не знает, что такое стационары, и вот, знаете, кто-то скажет, вот биодобавки, вот, там, сетевой маркетинг, а я вам хочу сказать, что рано или поздно все начнет продаваться через сеть, через сеть нет наценок, через сеть нет подделок, через сеть нет большого количества посредников, очень быстро продукт от производителя и клиенту, но если человек, вот, когда мне человек не слышит, если, я иногда могу даже сказать, знаешь, вот объясни мне, пожалуйста, что ты такого плохого в жизни сделал, что тебе Господь закрыл уши, глаза, сердце и разум, но чего ты боишься, покушать семена, перетертые до консистенции, практически слюны, вот, покушать семена, которые имеют вот такую субстанцию, которые легко могут усвоиться, что ты боишься, по поводу разных мыслей, да, когда есть умники, которые говорят, вот, именно эти биодобавки могут растить онкоклетки, разные новообразования и так дальше, я вам хочу сказать, почему Кристина Кук положила в каждый партнер, пакетик черный тмин, почему, потому что у него есть патент по замедлению роста онкоклеток, вот этот продукт мы вообще кушаем, ну, просто как еду, я не занимаюсь там самолечением, хотя благодаря продукту, конечно, почти не надо уже заниматься лечением, вот, но я скажу, что я занимаюсь для профилактики, вот услышите меня, поздно рыть колодец, когда хочется пить, ищите возможности кушать продукт, когда вы здоровы, по поводу онкологии, параллельно к лечению, это я вам гарантирую, у меня уже онкологи, главврачи, онкоцентров, спрашивают, уточняют, они видят по пациентам, те пациенты, кто кушают рейн, и параллельно проходит лечение, они не лежат сине-зеленые, они обнимаются с унитазами, у них нет интоксикации, они прокапались и пошли на работу, кто в школу там, кто ребеночек в парк гулять, на этих продуктах намного лучше человек себя чувствует, он может и качество жизни свое повысить, и количество прожитых дней, и если не добавить подобный, подобный вот просто помощник в лечении, то иногда, даже не иногда, зачастую многие пациенты умирают от лечения онкологии, не от самого вот рака, а уже от лекарств, поэтому данные продукты являются просто помощниками во время лечения для защиты организма, и их можно кушать как во время химио, так и после химиотерапии, так и между, ну и еще через, в течение, когда даже человек выздоровел, 5 лет нужно кушать этот продукт, хотя бы по ложечке, если не этот, будет что-то лучше, значит лучше, но там, где есть антиоксиданты, витамины, минералы, онкопротекторный эффект, аминокислоты, вот все это нужно кушать, 5 лет человеку вести идеальный здоровый образ жизни, чтобы диагноз не вернулся, услышали меня, вот, поэтому в данный момент, что я вам хочу, на что я вам хочу сделать акцент, кор можно тоже во время химии, и соул, и бенд, у меня есть ребеночек, которого я сопровождаю, он в Барселоне лечится, с лейкозом, мама, папа дают все, и кор, и соул, и бенд, вот, и по поводу продуктов, по поводу вообще их возможностей, способностей, вы знаете, когда люди пишут свои отзывы, я уже привыкла, привыкла к каким-то удивительным вещам, когда, например, изношенный сустав, который надо было оперировать, начинает восстанавливаться, когда бесплодные пары рожают, когда, например, пенсионеры, которые по 15-20 лет с гипертонией жили, и там с сахарным диабетом, когда у них начинают показатели давления, или сахара приходить в норму со временем, я уже ничему не удивляюсь, но бывают иногда такие отзывы, от которых мороз по коже, и думаешь, интересно, а производители этого продукта знают вообще, на что он способен полностью, или они просто сейчас только начинают понимать, что за чудо попало в руки людям, благодаря вот тем, кто произвел, благодаря тем, кто это все дал возможность вот нам всем покупать, вот, по поводу еще вирусов, вы знаете, сейчас очень много цитомегаловирусов, гепатит С, например, тот же СПИД, очень много вирусов, которые нежелательно, чтобы размножались, даже, ну, опасны для жизни человека, но если ваш организм в порядке, если ваш иммунитет в порядке, если кровь не густая, если ваши иммунные клетки работающие, полноценные, накормленные, то вы будете иметь шанс защититься от этого, ну, от этих вирусов, по крайней мере, не заболеть даже. При варикозе, конечно, помогает, варикоз, как правило, почему он появляется вследствие, от они стеночки сосуда, плохо работает клапан, густая кровь, застой венозной крови, этот продукт работает, и стеночку сосуда в тонус приведет, и эластичность клапану вернет, это вот, что касается соул и бент, и можно даже кор наносить наружно, на варикозные венки, и будет замечательно. По поводу герпесов, вы знаете, у нас есть огромное количество людей, я получила тысячи отзывов, что у людей исчез хронический вот герпес, который присутствовал, который был в высыпании иногда на слизистых, я одна из тоже таких счастливых людей, потому что раньше у меня каждый месяц был, сейчас уже, слава Богу, ну, в году, может, вот за последние 5 лет было, наверное, 1-2 раза. При тромбофлебите, опять же, дополнительно, ко всем назначениям, лечением, кушайте соул, как минимум, а еще лучше сол и кор, но не по целому пакетику сразу, а вот в течение дня, по чуть-чуть, маленькими объемами, и будет очень хорошо. Тромбофлебит, у нас есть очень много отзывов, я не буду уже сейчас перечислять, не хочу, чтобы наш с вами эфир превратился в, знаете, такой перечень диагнозов. По поводу еще герпеса, можно наносить наружно на высыпание, на сам герпетический островочек, можно наносить наружно, очень классно. Даже, видите, люди пишут, герпес сразу усыхает за вечер. Окей, хорошо, спасибо вам большое всем за активность, мы уже час и 10 минут сегодня говорим, у меня сегодня по моей зумбе отгул, там что-то в зале делают ремонт какой-то, небольшой свет, там что-то устанавливают или с организацией, ну, поэтому я вам скажу, что была у меня возможность с вами побыть не 30 минут, а даже час и 10 минут. Если кому-то слишком долго, извините, но если кому-то было полезно, очень-очень-очень рада, что вы попали на этот эфир. По поводу притероидите, можно корр только маленькими объемами, больше на соул делайте акцент. В 2 месяца можно давать продукт, опять же, и корр, и соул можно давать. Единственное, корр разводите водичкой, начинайте с капелек, постепенно увеличивая. Я уже говорила дозировочки детям, ну, могу повториться, потому что, наверное, новые люди подключились. 1 мл соул на килограмм веса, полмиллилитра корр на килограмм веса. Если вдруг есть какие-то кандидозы, молочницы, гингивиты, стоматиты, очень рекомендую вам вот брать на кончик ножа вот этих полезных бактерий. В столовую ложечку водички вот чуть-чуть растворить, дать ребеночку выпить примерно 2-3 раза в день. Ну, огромное количество отзывов, что через неделю ротик уже чистенький. Вот. Хорошо, спасибо большое. Пока на улице снег, помните о том, что снегом можно обтираться, можно бегать босиком, можно делать такое закаливание. Уделите внимание детям своим, покатайтесь с ними на санках. Я сегодня каталась на санках перед эфиром, вот вечером с 4 до 5 мы оккупировали в парке, там несколько горок. Вот. Спасибо большое тем докторам, которые отвечали на вопросы. Я видела, что Татьяна Михайловна Король делала очень много ответов. Низкий поклон вам за ваши знания, за то, как вы изучаете продукт, как вы его применяете. Я очень рада тем людям, кто впервые сегодня подключился, потому что у нас с вами было первое свидание. Я надеюсь, что я оправдала ваше доверие. Мне очень приятно, что у нас все больше и больше людей интересуются здоровым питанием. Есть шанс все-таки создать здоровое общество. Вы понимаете, реально есть шанс. Тысячи просто семей уже выбросили свои аптечки. Вот. Если после бенда изжога, то вы пейте его после стаканчика водички и начните еще с меньшей дозировочки. Там, например, по пол чайной ложечки. Кому хочется получить ответы на свои вопросы, и я на них не ответила во время эфира, напишите мне лично. Я после эфира еще один-два дня занимаюсь ответами на вопросы. Если я вам не отвечу, сделайте еще один смайлик, чтобы у меня еще раз обновился этот ваш вопрос, чтобы он выпрыгнул в самом верху. Извините, но действительно занятость очень высокая. Тысячи писем в день. Но я ни в коем случае не жалуюсь. Я очень рада, что мои знания приносят людям пользу. С вами была Марина Лавренюк, магистр комплементарной медицины, также диетолог-реабилитолог, мама пятерых детей, и человек, который мечтает, чтобы вокруг все были здоровы. Это моя самая главная цель. Именно поэтому, будучи здоровой, успешной, реализованной, я делаю эфиры, я делаю туры, мы пишем книги, мы проводим разные форумы. Вот будет 23-24 марта в Киеве форум здоровья и процветания. Очень рекомендую. Обратитесь к тем людям, кто вам дал сегодня ссылочку на приглашение, чтобы они вам дали еще возможность узнать об этом форуме. И кто хочет, может еще с нами поехать в Зальцбург. 30-31 марта в Зальцбурге тоже будет международная конференция по продукту Рейн. Мне нравится там бывать, потому что я слушаю европейских специалистов. Вот в Праге месяц назад была конференция, я была в восторге от выступления доктора интегративной медицины, такого альтернативщика, который уже 30 лет людей лечит не лекарствами, из Америки. Именно благодаря его видео одна женщина из Норвегии, которая посмотрела его видео, она сделала акцент на продукт Рейн и избавилась от своей онкологии. Спасибо большое всем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Кушайте для профилактики. А если приболели, кушайте более интенсивно. Если для профилактики можно пару ложечек в день, то если приболели, это должно быть вот как чай малиновый. Каждый час, как минимум по ложечке, пейте водичку, мыслите позитивно, молитесь обязательно, потому что молитва тоже очень сильно исцеляет наше тело, духи, разум. И помните о том, что самые важные инвестиции, которые мы можем сделать в своей жизни, это в наше здоровье, в наше знание и в наши отношения. Будьте здоровы, до следующих встреч. Пока-пока.